Знаете, что мы делаем большую часть дня? Сидим. Мы сидим, когда едем на работу, когда работаем, когда возвращаемся с работы на машине или на метро, когда завтракаем, обедаем или ужинаем. Список можно продолжать еще долго. И мы даже не задумываемся, что большую часть дня мы проводим в положении, которое портит наше здоровье. И все потому, что сидеть нужно правильно. А как это сделать, мы поговорим в этом видео. Всем привет, с вами доктор Длин. Вы даже не подозреваете, какие болезни появляются только из-за того, что вы неправильно сидите. И сегодня я покажу, как сидеть так, чтобы организм сказал вам спасибо. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Почему же важно правильно сидеть? Когда вы сутулитесь, вот сидите таким образом, то возникает избыточный мышечный спазм в области грудного отдела позвоночника. Это ограничивает движение в поперечно-реберных суставах, там, где ребра крепятся к позвонкам. В результате нарушается поступление питательных веществ в хрящи и развивается артроз. Артроз может давать о себе знать невралгией, то есть сильным жжением и приступообразной болью в области груди. А это очень неприятные симптомы, которые реально мешают жить и требуют обращения к врачу. Также не забывайте, что мышцы в отделах позвоночника связаны с другими мышцами. Например, от грудного отдела мышцы крепятся к затылку, к поясничному отделу, поэтому боли могут проявляться в других частях тела. Например, спазм в грудном отделе позвоночника приводит к спазму даже аж икроножных мышц. И многие думают, что сводят икры от недостатка магния, но это часто и не так. Часто причиной боли является именно спазм мышц в области позвоночника, именно грудного отдела. Кроме того, грудной отдел защищает важные органы, такие как сердце и легкие. Поэтому спазм мышц в этой зоне влияет на работу, нормальную работу сердца, нормальное кровообращение, могут начаться головные боли и даже проблемы с давлением. А что касается легких, то спазм в грудном отделе вообще негативно влияет на работу диафрагмы. Расскажу историю. В нашу клинику обращались пациенты с хронической усталостью, сонливостью и не знали, в чем дело. Выяснилось, что из-за грудного зажима, то есть мышечного спазма, у них неправильно работала диафрагма и в клетке просто-напросто не поступало достаточное количество кислорода. Благодаря нашим врачам точному поставленному диагнозу они получили индивидуальный план лечения и, как говорится, вздохнули полной грудью в прямом и переносном смысле этого слова. И, по сути говоря, хочу донести смысл следующий, что причина плохого самочувствия может быть самой неожиданной. И только специалист зачастую может точно сказать, где есть проблема и как ее решить. Зажимы в теле и проблемы с позвоночником всегда дают о себе знать. Возьмите здоровье в свои руки и запишитесь на бесплатную консультацию в мою клинику. Так как же все-таки правильно нужно сидеть, чтобы сохранить свое здоровье? Давайте сначала посмотрим, как сидеть точно не надо. И давайте для чистоты эксперимента позовем нашу модель Кристину, чтобы она села, вот как она обычно садится. И посмотрим и разберем, как она сидит. Кристин, проходи к нам. Итак, Кристина села и давайте посмотрим, как она сидит. Первое. Она сидит сейчас, спина у нее колесом. Чтобы посмотреть вперед, у нее возникает повышенный изгиб в шейном отделе позвоночника. Еще, кроме этого, она села, скрестив нога на ногу, тем самым сделав скрутку в области таза, что приводит со временем к тому, что с одной стороны позвоночника мышцы находятся в сильном спазме и усиливают как бы дугу, приводят к сколиозу. И когда Кристина так сидит, основная нагрузка приходится в область шейно-воротниковой зоны и грудного отдела позвоночника. Очень часто у женщин можно наблюдать так называемую холку, вдовий горб, которая связана из-за нарушения кровотока в этой зоне именно от такого сидения. А теперь мы же все понимаем, что мы сидим с телефонами. И вот как большинство людей сидит. Вот, Кристин, возьми в руки телефон. Точно так же остаемся в положении, голова наклонена вниз, вся эта зона находится в повышенной перегрузке. И вот это вот ежедневное сидение с утра до вечера в таком положении со временем приводит к тому, что мышцы находятся все время в постоянном спазме. Фактически ничего не может убрать это напряжение. Поэтому только изменение осанки на правильную физиологичную сможет системно поменять и мышечный тонус. А ведь мышц у нас здесь очень много. Здесь фактически находится семь мышечных слоев, которые не так просто и расслабить. И к тому же, так как из-за этого положения напряжена шейно-воротниковая зона, очень часто возникают и головные боли. И все обезболивающие, которые вы принимаете, чтобы просто снять головную боль, это борьба исключительно с симптомом. А причина совершенно в другом. А еще из-за того, что возникает повышенный мышечный спазм шеи, возникает опущение мышц лица и очень быстро появляются брыли на лице. А теперь давайте с вами рассмотрим, а как же правильно нужно сидеть. На самом деле это не так сложно, как кажется. Итак, что нужно сделать? Первое, запомнить, что мы сидим как угодно, только не сутулимся. Для этого у нас должна быть как бы прогиб поясницы правильный, спинка должна быть ровной. Но легко ли сидеть долго вот именно в таком положении. Для многих это будет нелегко. Поэтому очень хорошо, если мы можем вдвинуться близко к спинке стула, прям вдвигаемся попой максимально, и можем облокотиться немножко назад. И обратите внимание, сейчас Кристина сидит, спинка расслаблена. Если здесь как бы спинка стула, кресло еще больше, ее будет еще больше поддерживать. Поэтому обратите внимание, если, например, вы работаете за компьютером долго, то важно, чтобы спинка была либо досюда, либо даже поддерживала до уровня головы. И в этом положении сидеть уже можно долго. Либо можно, например, облокотиться с прямой спиной вперед, вот так вот локтями облокачиваемся, и спинка остается прямой. Тоже легко, при этом вся эта зона разгружена, и зона вот этой вот воротниковой зоны тоже расслаблена. Мышцы перестраиваются, они сейчас находятся в другом тонусе. А как же сидеть с телефоном? С телефоном можно сидеть несколькими способами. Первое, Кристин, посмотри сейчас, берешь просто телефон в ручке, также облокотившись, и находишься с прямой спиной, смотришь вниз. При этом обратите внимание, голова не опущена вниз, когда мы просто сидим сутулившись, а спинка прямая, она находится в одной плоскости, и голова также находится в одной плоскости с позвоночником. Либо можно также сесть ровно, облокотиться, ручками упереться, локтями прям упереться вот сюда, и немножко приподнять. Отлично! Тоже очень физиологичное движение, при этом руки расслаблены, плечи полностью расслаблены, и голова не опущена вниз. Вот этого нужно избегать. Поэтому обязательно попробуйте эти позы, и вы увидите, что сидеть ровно достаточно легко, просто нужно знать, как это делать. Конечно, лучшее лечение спазмов – это профилактика. Сидите правильно, и тогда проблемы с позвоночником еще долго не дадут о себе знать. Но если негативные симптомы уже появились, то обратитесь к специалисту и получите индивидуальный план лечения, который гарантированно избавит вас от проблемы. А в следующих видео я расскажу о других причинах плохого самочувствия, о которых вы даже и не догадывались. Поэтому, чтобы сохранить свое здоровье, подписывайтесь на канал и не пропускайте новые ролики. Не забывайте поставить лайк на этом видео, так я пойму, что оно было для вас полезно. С вами был доктор Длин, до скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!